Мне всегда хотелось быть самостоятельным человеком, независимым. И с детства я любил строить конструкторы, собирать. И когда пришло время пойти работать, я выбрал путь в то время, как путь бизнесмена. И первое, что я сделал, это начал строить цех по производству товаров народного потребления. И меня всегда тянуло выпускать, а не продавать. Вот так я стал бизнесменом. Нельзя же было это... Ну мы с моими друзьями скинулись по несколько сот рублей, взяв эти деньги у родителей. И так начали бизнес небольшой для себя, строительство цеха по пластмасс. И когда его построили, то пришли на производство, на фабрику товаров народного потребления к директору. И попросили его принять этот цех на предприятие. Ну после того, как они проверили, они приняли нас. И мы так вот начали работать, и это получился у нас первый бизнес. Это было начало 80-х. Мы в то время об этом не думали, но так как у нас были старшие товарищи, или у некоторых родителей, которые работали в различных таких фабриках, цехах, то будем так говорить, что у нас тоже был свой лоббист, который пошел, и попросил, чтобы нас приняли, послушали нас. Ну я думаю, это и сыграло какую-то роль. В то время работы, я не помню, что нам приходилось давать взятки, так как я совсем немного проработал там. В основном успел только построить, создать что-то. А когда начали производить, то это уже была перестройка, уже начались кооперативы, и все стало легально из закона. На то время не нужны были чиновники высокого ранга, нужны были чиновники, те, которые работали в структурах снабжения, сбыта. Ну и не было, я не скажу, что это взятка была, но тогда в то время было принято дарить какие-то мелкие подарки, духи, шоколадки. Ну вот так вот мы двигались по лестнице. Ну и в то время было такое, что чиновники мешали, всячески старались строить препоны и, можно сказать, вымогали. Вот это самое, шоколадки, духи там, или коньяк, или блок импортных сигарет, и решал все в то время. Я думаю, в середине 80-х, когда уже полную мощь заработали кооперативы, арендные предприятия, и мы были одни из лидеров, я считаю, в этом отрасли, в это время, в Советском Союзе, то нам удалось, брат, с ними заработать много миллионов рублей. И когда на самом деле наступил такой большой, пришел большой бизнес в Россию, в Советский Союз, мы были уже готовы к тому, чтобы вкладывать в развитие каких-то предприятий, вести расходы, связанные с этим.